Это не моя выдумка, это практика, но то, что запомнила, она есть в двух вариантах, я оба варианта вам расскажу. Дело в том, что оба варианта предполагают безопасность и предполагают, чтобы не нарваться на откаты, не нарваться на поголовье. Если можете записать, запишите, потому что в литературе вы этого не прочтете, вот этих вещей, которые я рассказываю сейчас. А может, какой-нибудь ситракт, какой-нибудь запишите? Смотрите, первый вариант практики, это когда вы не хотите получить откат, и вы знаете, что человек не имеет никаких защит, например, экстрасенсорных, и сам не обладает никакими экстрасенсорными способностями. Ну, обычный чувак, да, с брус-балкона. Такое бывает. Бывает. Таких много. Таких, наверное, процентов 80 людей, на самом деле, людей, обладающих экстрасенсорными способностями или имеющих какие-то экстрасенсорные защиты, их очень мало. Тех, за которых может реально откатиться. Но есть такое понятие «закон свободы выбора». И закон свободы выбора, он предполагает, что вы не нарушаете выбор другого человека. И тогда вот эта вот практика, она вообще делается вперед с 4 до 6 часов утра. Почему с 4 до 6? Не потому, что мысли-образы не летают. Вот эта херня эзотерическая, можете выкинуть ее сразу. Есть такое понятие, как химия тела. Химия тела человека предполагает, что максимальная концентрация мелатонина в организме человека в предутренние часы. Мелатонин вырабатывается в нашем теле только в ночное время. И максимальная концентрация мелатонина запускает работу гипофиза определенным образом. Те же самые молекулы ДМТ, молекула Духа, та, которая обеспечивает человеку единение с Богом, вот этот эффект просветления и подъема энергии, это тоже химическая реакция в теле человека, она вырабатывается при очень высоком содержании мелатонина в организме. Так вот, с 4 до 6 утра концентрация мелатонина в теле человека максимально. Это значит связь с Богом максимально. Поэтому, как правило, делаются вот эти практики вот в это время. Дальше. Для того, чтобы не нарушить закон свободы выбора, первое, что вы делаете, идет просто медитация. Вы садитесь, закрываете глаза, расслабляетесь. Вот сейчас подумайте, с кем вы хотите. Мы сделаем эту практику, чтобы вы понимали на реальных событиях, да? С кем вы хотите в жизни сейчас о чем-то договориться. Что это дает? Сейчас возвращаемся, открыли глаза, я здесь и сейчас. И вдох, выдох. Что это дает? Человек утром просыпается, и первая мысль, если это реально, речь идет о реальной сделке, о вас, он это знает. Первая мысль, ему приходит в голову, о вас случайно, что вам надо помочь и вот такое-то дело сделать. Если у него нету в мыслях, кто бы это сделал, да, например, заказчик-подрядчик, то вдруг он думает о вас, и он звонит вам и делает вам предложение. Тема рабочая-рабочая. Если вдруг так получается, что задействованы какие-то административные ресурсы, вы лично не знакомы, то после этих техник случается так, здесь же уже, здесь не только его бессознательное включается, здесь включается магия Вселенной, формирование событий. То есть Вселенная, она в магии работает, вы за нее не делайте эту работу. Тут просто отработайте, если вдруг у вас внутри есть сомнения, отработайте доверие к Богу. Проще изменить убеждение на уровне доверия к Богу и расслабиться, чем за него делать какую-то работу. Вы лучше его все равно не сделаете. Третий курс Андреева? А? Третий курс Андреева? Ну, я не знаю, что Андрей будет говорить. Четвертый. Ну, мысли образа. Ну, третий, четвертый. Вот как. Это техника влияния. А вот эти вот все рукопожатия, объятия, это чтобы вам не прилетело от того, что вы нарушили закон свободы выбора человека. Вы же ему предложили, и он согласился. А согласие у нас бессознательно отражается через рукопожатие, либо через объятие. То есть мы на уровне бессознательных заключаем сделку. А мы можем... Бессознательного есть язык символов, и оно всегда пытается нам донести что-то. Вот. И если оно начало корректировать на этапе, значит, имеет смысл прислушаться к нему, потому что у него там есть какая-то особенность восприятия. Себя надо слушать. Не просто так это возникает. Второе. Да. А если человек уже умеет, так можно работать? А как мы можем... Смысл тогда воздействовать? Ну, попросить прощения, например. А, попросить прощения. Так проще попросить прощения, просто его вызвать и попросить, зачем туда шарики летать. Ну, есть техники значительно проще. Это достаточно сложная техника. Даже просто концентрацию выдержать во время не такое время, тоже тренировки нужны. Следующая тема. Если вдруг вы работаете с человеком, у которого есть в окружении, или вы сомневаетесь, что есть в окружении магические разные штучки, да, либо человек обладает повышенной чувствительностью, и он может просто сказать Богу, Бог, слушай, разберись, вот какой-то стучится, а он уже достал меня, да. Либо есть люди, которые с чёрной магией, у них там куча наворотов своих ритуальных, да, и вы не знаете, какой ритуал у вас запулят, чтобы потом, ну, откат не получить. В таком случае есть ещё одна техника, она более мягкая и менее заметная. Почему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok